вот например посмотрим храмовый календарь август месяц допустим август месяц не просто нравится этот месяц это пик лета петербурге всегда в августе тепло и в этот в этот месяц особенно особенно много хороших праздников которые надо бы отметить до этого далеко еще целых 4 месяца но готовиться надо заранее ко всяким хорошим делам и вот в частности первый первый праздник августа 1 августа начинается естественно с кого жона леннона журнал английский журнал q провел опрос точнее рейтинг музыки 20 века и в этом рейтинге среди читателей джон леннон по мнению читателей джон леннон занял первое место джордж харрисон как ни странно занял всего лишь 36 место а наш любимый барабанщик ринга 20 26 итак на первом месте джон леннон а на втором месте поймак 1 августа это было девяносто девятом году вот хороший праздник можно всегда в этот в этот момент послушать леннона маккартни любую подвернувшись пластиночку 2 августа джон леннон купил своей тетушке дом на берегу до атлантического океана на юге англии и а ты же там был где только правильно был как раз когда старый дом тетушки ними как бы снесли но не как бы снесли а на самом деле снесли ибо она покинула этот мир перешла в мир иной и вот здесь вот фотография тетушки мими на ступенях около дома который купил ей наш джоник вот любимый кот джоника фигурирует здесь а 3 августа наш санкт-петербургский праздник в этот день вышел фильм 12 шагов храм этот фильм сделала студия к к к и и наша петербургская его и она этот фильм посвящен десятилетию проекта храма нашему офису нашим родением за храм очень много людей подала свой голос в этом в этом фильме мы ездили даже на берег залива на автобусе снимали там этот фильм и вот 3 августа стал нашим храмовым фильмом 4 августа шикарный праздник джон леннон камбэк джон леннон камбэк джон леннон делает камбэк после пятилетнего молчания после путешествия на бермуды и записывает новый альбом который называется дабл фэнтези это это был величайший жест красивейший жест с потрясающей музыкой джон взлетел так высоко что выше выше уже только господь бог мы обожали то время мы слушали дабл фэнтези целыми днями это был экстазный момент это началось 4 августа он здесь шикарные фотографии джона в студии джон в своей курточке 58 года рок-н-ролльной и в шикарной рок-н-ролльной шляпе и железной гитарой кстати вот здесь у джона в руках новая гитара которая два года висела у него на стене в спальне и до которой он добрался только 4 августа он ее применил при использовал при записи своего великого альбома дабл фэнтези 5 августа опять рейтинг был опять рейтинг был но уже как бы современный рейтинг среди фанов англии револьвер занял первое место в револьвер вышел это мы мы битлс фаны считаем это седьмым праздником револьвер вышел в лондоне фирма парлофон джорджа мартина выпустила этот великий альбом который который мгновенно мгновенно что бывает очень редко на самом деле тот же день точнее вышел на первое место в английском хип-параде вот какой-то был великий альбом как он потряс англичан и потом здесь мир и мы мальчишки помню слушали его целыми днями и я я предложил назвать когда я услышал на этом альбоме yellow submarine я говорю ребята с этого момента с выхода револьвера мой клуб на ржевке называется yellow submarine это было в 66 году и это великая обложка yellow submarine которую нарисовал друг битлов немец клаус форман это конечно нечто было вот револьвер который привезла мне джана стенгрей из нью-йорка это американский вариант револьвера и мы устроили даже здесь в честь ее визита я не веду джана стенгрей концерт петербурге это было летом восемьдесят девятого года вот какой это альбом чудесный а 6 августа день альбом help вышел в 65 году фильм beatles и альбом help с прекрасной музыкой и 7 августа опять день диско битлз и фильмы это мэджика мистерий тур 7 августа прошел рейтинг опять же в англии и читатели назвали мэджика мистерий тур битлз самым психобиллическим альбомом двадцатого века и 7 августа как вот я отметил здесь своем своем когда и к календаре 7 августа вышел журнал вышел журнал кью опять же кью ссори я почему написано то ли нею написано то ли кью кью вышел журналом с рейтингом читателей англии и они назвали психотерический фильм и альбом битлз мэджикал мистерий тур номер один двадцатого века 8 августа тоже великий день естественно битлз снимаются на эбби роуд кроссинг это был великий исторический снимок для обложки диска эбби роуд именно 8 августа битлз переходили 10 раз переходили эбби роуд для того чтобы сделать 10 снимков и был выбран лучшим и 8 августа у нас второй праздник второй праздник нам устроил джордж который поехал в сан-франциско так сказать на родину хиппи и там поиграл на гитарке попел хиппические песни в частности он пел хиппическую вещь и битлз бэби ричман бэби ты богач имеется ввиду конечно духовный духовный богач человек который не простой человек у которого у которого большая душа широкая душа вот 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 такие песни пел пел народ в августе 67 года в сан-франциско и в калифорнии конечно да и по всему миру это было лето любви и неудивительно что джордж поехал туда а 9 августа наш праздник опять питерский в санкт-петербурге наш комитет содействие сооружению храма любви мира и музыки послал господину ельцину письмо надежды что президент россии ответит на него но он не ответил сожалению это было 9 августа девяносто третьего года 9 августа девяносто третьего года я пошел на почту и отправил господину ельцину это письмо 10 августа день одной фразы таких у нас праздников несколько когда и в частности этот праздник в этом празднике использована фраза фраза джона бедрим и линк ова сон не кончился хотя джон и спел дрем изова но тем не менее в одном из своих интервью он он дал нам надежду что сон не кончится надо жить мечтой и фигурально строить храм любви и свободы в россии 11 августа опять праздник и опять он связан с джоном джон в этот день 11 августа 71 года участвует в антиправительственной демонстрации за свободу в северной ирландии 12 августа наш милейший брайн ипстайн перед турне битлз по америке оформил на каждого битла по страховому полису каждый страховой полис из из четырех стоил один миллион фунтов это было в шестьдесят пятом году и вот приятный праздник опять питерский 13 августа день нашей милейшей рок-н-ролльной дамы джонастин грей которая поддерживала нам кайф всем кто любит рок-н-ролл в петербурге она поддерживала кайф привозила из америки подарки устраивала нам праздники сама участвовала в наших концертах и праздниках и так далее так далее она была в центре нашей тусовке в центре нашего рок-клуба пидерского вот в частности здесь от 13 августа отмечается день опять же револьвера о котором я уже говорил она привезла золотой золотую пластинку револьвера из америки и подарила мне вот это было как раз 13 августа восемьдесят девятого года год блэсс ю джоанна а 14 августа в ливерпуле великий праздник был вот обратите внимание в ливерпуле 14 августа четыре улицы были названы именами битлов это случилось восемьдесят первом году а пятнадцатого августа был великий концерт в америке битлз выступили на стадионе шеи шестьдесят пятом году и собрали шестьдесят тысяч зрителей это был самый крупный концерт в карьере музыкальной карьере битлз это было в нью-йорке шестьдесят пятом году а 16 августа такой же не менее я бы сказал крутой праздник и опять он был в америке и опять штате нью-йорк это это был фестиваль рок-фестиваль в устаке как бы в губернии нью-йоркской в устаке собралось если если на концерте битлз собралось шестьдесят тысяч человек то на фестиваль в устаке в чистом поле собралось четыреста пятьдесят тысяч человек вот такая толпа молодежи американской со всей страны приехала послушать лучшие рок-группы америки и там выступало там выступало около шестидесяти групп и солистов это было нечто были выпущены через год три двойных диска вот столько хорошей музыки было записано 17 августа великий день исторический в жизни битлов 17 августа битлы впервые едут в Гамбург на гастроли как бы но на самом деле они ехали выступать в ночных клубах зарабатывать деньги и это случилось в шестьдесятом году и еще этот праздник знаменательен тем что битлы впервые встретили Рингостара даже в Ливерпуле они тусовались вместе как бы в одной музыкой жили одной музыкой выступали иногда в одних из тех же клубах но ринга они ни разу не видели и вот в Гамбурге они встречают своего будущего барабанщика и начинается новая эпопея жизни битлов 18 августа 62 года Рингостар приходит в группу битлс ходит в эту группу навсегда и они восемь лет работают вместе и совершают в нашем мире на нашей планете в наших душах духовную революцию музыкальную революцию 19 августа Джон Лианн идет в гости к Эллису Пресли ни больше ни меньше Джон приехал на гастроли вместе с битлами в Мемфис где у Эллиса свой дом и где живет его семья в том числе отец и Джон Лианн поехал в гости взял такси и днем перед концертом решил повидать Эллиса но увы Эллиса не было дома и Джон вернулся в гостиницу 20 августа какого же года какого же года да 20 августа 26-го года был концерт битлс в Синциннате а 21 августа в нашем календаре день этот день 21 августа значится как день одной песни и эта песня Джорджа Харрисона называется она Деин Лайк в ней в этой вещи прекрасные слова которые Джордж взял из древней китайской поэзии в переводе на русский это звучит примерно так не выглядывая из окна ты можешь постигнуть пути Господни ведь путешественники чем дальше идут тем меньше замечают путешествуй же не отправляясь в путешествие Лао Цзи Джордж Харрисон это поэзия отмечается 1547 годом то есть полтысячелетия назад родились эти строчки которые легли на душу Джорджа и он их использовал в своей музыке 22 августа в Лондоне рок-газета Record Mirror поместил объявление которое звучит так если ты хочешь вместе выступить за запрет оружия на планете скажи Джону Леннону об этом Джон поместил сам это объявление с тем чтобы люди присоединялись в его деятельности за мир и люди стали писать в эту газету и Джон домой Джон общался с ними принимал их и они даже участвовали в демонстрациях вместе вот какой день 22 августа это это конечно у нас называется как день мира и день свободы до 22 августа великий день Шеласью Алдетью вышел 45-ка Битлз в 63-м году которая стала гимном нашего времени одним из величайших хитов в Англии Битлзе продали его больше миллиона экземпляров они собрали больше всего денег за эту 45-ку они как бы ее отметили тем что Леннон и Маккартни ровно 50 на 50 написали эту великую песню и подтвердили всемирную молву что песни Леннона и Маккартни это самая лучшая музыка нашего времени и Шеласи стала хитом номер один который сейчас живет и до сих пор считается одним из пиков английской и всемирной музыки 20 века да это первый миллион селлер первый в Англии 24 августа день рождения Кольки Васина моего лучшего друга после Джона Леннона вот Коля Васин почивает на травке около дома Джона Леннона под его забором точнее в этот день родился слава Богу вот здесь шикарная надпись которая мне очень нравится слава Богу сегодня 24 августа 45 года родился живой Коля Васин битансфан номер один ха-ха-ха-ха-ха-ха да можно посмеяться это весело действительно и 24 августа случилось великое пришествие битла в России 24 августа 98 года наш преподобнейший любимейший барабанщик или как мы его в 60-е годы называли жук-ударник Ринго Старк приехал в Россию это было впервые за 50 лет мы ждали Ринго любого битла мы ждали данным-давно когда-то из-за железного занавеса который совки устроили мы не могли увидеть битлз не могли выехать хотя во всем мире была битломания да везде царило безумие под названием битломания толпы президентов девчонок мальчишек бомжей дураков и умных бросались на битлов чтобы только быть рядом с ними дотронуться до них а мы сидели за железным занавесом и потихоньку слушали BBC о новостях которые в мире происходят и вот один из них 24 августа приехал в Москву это было повторяю в 98 году 24 августа Ринго отдыхал а 25 августа он устроил концерт в Москве дал концерт а 26 августа он приехал к нам в Петербург вот это наш петербургский великий праздник пришествие он называется бэнк 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 удар 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 ринго здесь ринго в Петербурге в 98 год расскажи как ты его встречал вот хотя бы чуть-чуть ты же как-то сам поехал для меня для меня это была была отдельная эпопея я заранее подготовил я почистил ботинки я постирал носки я даже одел свой любимый галстук и костюм у меня единственный костюм был который который я одевал когда ездил в Америку когда я был послом рок-н-ролла я специально сшил костюм для Америки и вот этот костюм который лежал у меня 20 лет я одел на встречу Ринго Стара Ринго приехал из Москвы к нам 26 августа и я его встретил на Московском вокзале более того за полчаса до подхода поезда я гордо купил цветы для Ринго у Ринго есть альбом который называется Stop and Smell the Roses я помнил этот альбом и я подумал ох я сейчас куплю 9 роз и как только Ринго выйдет из своего вагона я ему вручу розы и скажу Stop and Smell the Roses Ринго и что вы думаете цветы-то я вручил а сказать эту фразу я забыл я так переволновался так много было охранников вокруг в черных костюмах что они мне сбили настроение и Ринго взял мои цветы и тихонько мне сказал Сэнки и побежал вперед как почти как в Хадде и знает битвы бежали по вокзалу вот точно так же Ринго побежал через Московский вокзал на Знаменскую площадь вот этот момент 26 августа в Петербурге и звучит это так встреча утром поезд с Ринго старым на Московском вокзале восклицательный знак Коля Васин вручает Ринго букет роз беседе летает в воздухе Ринго говорит Сэнки фантастика а ты же еще по-моему белую розу да правильно я купил 9 красных роз и одну белую для его жены и я успел сунуть Барбаре да Барбара вот я успел сунуть я говорю Барбара это свою она так кивнула чуть-чуть взяла и пошла ни слова не говоря вот такой был момент в Петербурге на Московском вокзале а 27 августа вообще исторический момент вот так и написано красным по черному исторический момент где как вы думаете в Лос-Анджелесе в Америке а именно битвы встречаются с Элвисом Бресли с королем рок-н-ролла Джон Леннон еще в 70-м году в своем грандиозном интервью Леннон Ремембер сказал если бы не Элвис я бы не взял гитару в руки вот какое влияние какое действие совершил голос Элвиса музыка рок-н-ролл дух 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 свободы который полетел из Америки над всем миром и наш дорогой Джоник побудил свою матушку купить ему за 10 фунтиков подержанную гитару и начал в своей мансарде играть рок-н-роллы скифол свои вещички и началась революция новая новая революция великая революция революция любви и свободы в мире это было и это в некотором роде началось и в некотором роде это конечно продолжилось 27 августа этот день у меня называется Хабрэк это хит Элвиса который впервые в своей жизни услышал Джон и сам себе сказал это то что надо this is it поэтому господа деваться некуда надо чтить нашего Элвиса дедушку рок-н-ролла и не забывать ставить время от времени его дисочки на проигрыватель 28 августа битлы записали великую весть Джона Диапрудус битлы приехали из Америки ой Америку мы уже проехали они приехали из Индии и привезли очень много песен благодаря песням написанным в Индии битлы записали двойной белый альбом и вот в частности 28 августа 68 года битлы записали удивительнейшую милейшую добрейшую вещь Диапрудус которую мы все обожаем этот день Диапрудус а вот день жуков ударников обратите внимание жуки ударники вот первая заметка которую я увидел в своей жизни в 64 году ко мне в гости приходит мальчишка из нашей школы говорит Коля смотри ты знаешь слышал жуков ударников смотри и дает мне вот именно вот эту фотографию из журнала польского Кобета и Жица поляки конечно опередили совок и первыми напечатали фото битлз в своей прессе и как ни странно их эта газетка продавалась у нас в киосках на улице прямо в Питере и вот добрый мальчишка купил первую фотку битлз появившуюся в этой стране в нашей в нашем несчастном совке и подарил мне и я поместил эту фотку с надписью жуки ударники ура в Петербурге и именно в этот день 29 августа была первая программа на русском языке музыкальная программа на русском языке о битлз англичане передавали шелавсию и рассказывали про взлет битлз про их популярность в Англии безумную про их подвиги про их жизнь про их характер и все 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 там 10 минут было было разговоров и вещи 2-3 они они проиграли это было в 63-м году вот вот Джон Леннон 63-го года вот таким был наш мальчик Джонни наш ангел хранитель наш герой любимый папочка который создал битлз и потряс наш старый нашу старую планету своей новой музыкой а вот 30-го августа опять праздник Поль Маккардни запросто если Джону не удалось пообщаться с Элвисом то Поль Маккардни позвонил Элвису Пресли именно 30-го августа 64-го года Поль имел разговор с королем рок-н-ролла и как ни странно поводом послужило неприезд Битлз по приглашению Элвиса в Грейсланд в дом Элвиса Битлз не могли приехать у них было напряженное турне они не смогли найти время и Поль Маккардни извинялся перед Элвисом 30-го августа великий день редкий концерт Джона в Нью-Йорке это был концерт в пользу больных детей Нью-Йорка это было в Мэдисон Сквер Гардене в лучшем зале города а последний день августа опять же стал нашим праздником великим опять великий праздник в августе нет ни одного невеликого праздника и вот 31 августа оказывается в Ливерпуле в 61 году был открыт первый Битлз фан-клуб в мире это сделали фаны Битлз Ливерпуля мальчишки и девчонки которого еще и 17 лет не исполнилось и вот тем не менее Битлз фан-клуб повторяю был открыт 31 августа 61 года и вот это засвидетельствовано в нашем календаре вот такой месяц супер месяц август грядет у нас еще в этом году и в следующем тоже спасибо спасибо